Бонжур, моя шали-императрица! Я знаю, что меня не было очень давно и пора исправляться. И у меня хорошие новости. В уходящем году я успею выпустить аж два видео. Только, пожалуйста, не пишите, ура, Катя вернулась, потому что Катя никуда не уходила, просто есть дела и обязательства, которые надо выполнять. Ютуб не мой основной вид деятельности, так что... Ну, а вы как думали? Итак, сегодня в обзоре шоу «Модный приговор», которое выходит на первом канале, внимание, аж с 2007 года. Коротко поясню суть. Это типичная передача по улучшайзингу женского внешнего вида, сделанная на манер суда. Слушаются дела, есть истцы, ответчики, адвокат. Я не буду вставлять сюда Гогена Солнцева. Нет. Нет. Я не буду. Нет! Есть защита и судья во главе с Александром Васильевым. Конечно же, участвуют сплошь женщины. Ну, кто же еще нуждается в переделке на просторах РФ, как не они? И, конечно, на шоу цветет и пахнет мизогения. Как-то я уже делала обзор на еще одну мизогинную помойку под названием «На 10 лет моложе». Тебя говорила о том, что женщина, она, ну, как кусок мяса, хороша пока свежая. Кликайте на подсказку или на ссылку в описании. Модный приговор, конечно, так не жестит, но сама идея, если у тебя все хреново, вместо психолога сходи пошопиться, и продвижение идеи, что женщина это украшение нашего мира, ну, мероприятие довольно сомнительное. Мы рассмотрим одну из серий шоу, мимо которой я просто не смогла пройти из-за мужа главной героини. Скоро поймете. Что ж, погнали? А спонсор этого ролика я сама. Да-да, я не только веду блоги и снимаю видео, ну, иначе они бы выходили чаще, но и пять лет успешно работаю на фрилансе. Пишу тексты, наполняю соцсети, пилю контент. За пять лет меня ни разу не кидали на деньги, а за текст я никогда не получала меньше тысячи рублей. И я сейчас не хвастаюсь, мне просто есть что вам рассказать. И сделала я это в своем руководстве фриланс с нуля. Написала его тоже с нуля в общее. Благодаря ему вы соберете качественное портфолио, научитесь брать нормальные деньги за свою работу, будете готовы к самым требовательным заказчикам и подружитесь с эмоциональным выгоранием. Руководство универсально и подходит всем удаленным профессиям, потому что там я затронула только техническую часть. Как планировать свое время, как избежать кидаловат заказчиков, как выставлять личные границы, чтобы вас не беспокоили в пять часов утра, в субботу ваш отпуск. Очень важно, я не агитирую за фриланс и не рассказываю сказки про суперлегкую работу, лежа на пляже с коктейлем в руках. Нет, только пошаговая инструкция, только полезная информация и немного мемасиков, только хардкор. Дополнительно даю ссылки на места, где обитают хорошие вакансии заказчики, а заодно список полезной литературы. А по промокоду YouTube у вас еще и скидка 10% до 15 января будет. Ну как бы понятно, да, какой подарок можно себе на Новый год устроить. Переходите по ссылке в описании и адекватных платежеспособных заказчиков вам. Заседание вводного суда я объявляю открытым. Сегодня мы слушаем дело «Ты так идеально, что просто тоска». Давайте разбираться, кто же это такой идеальный и кого одолела тоска. Меня одолела тоска раствориться в детях, и это было то, что стало концом наших замечательных отношений. Еще раз, вот героиня, а вот, значит, муж. 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 У которого претензии. Я не пойму, а почему каждый сморчок в этой стране как-либо залупается на чужую внешность? Это я вот обожаю наблюдать. Сидит, значит, такой с пузырями на коленках, пузо свое пивное в маньке алкоголичке почесывает и говорит. Не, ну что-то Джулия пострашнела, конечно, но раньше лучше была. Какой он вообще черта? Дядя, даже футболку на эфир погладить не удосужился, а все, претензии какие-то. Ты свалил на нее все, ты хоть что-нибудь когда-нибудь купил в дом? Мы жили в центре города, в арендованной мной квартире. Где? С парка Горького. А, хороший район, я там живу. Да, трешечка, в Сталинке. Арендовали и жили? Ну да, там же скромно все. Но ничего не попал, нет, конечно. Чувак, алло, у тебя ж жена детей воспитывает, все три комнаты до блеска начищает и успевает тебе еще обеды подавать. Ты че такую харю-то делаешь? А как же вот эта пресловутая мужик-мамонта, женщина-очаг? Вот, вот же оно, вот прям по природе завещано. Кстати, про добытчиков мамонтов-хранительниц очага это вообще-то миф. Рассказала об этом немножко в своем инстаграме. Да и в смысле что-то покупал? Ты как бы снимал ее, а в районе парка Горького трешки с непонтовым ремонтом стоят, ну, где-то 70к. Ну, тут нечего выпячивать, когда твои дети, жена и ты сам вообще-то там живешь. Когда мы только начинали общаться, встречаться, общаться и так далее, мы были изначально диаметрально противоположны. Я всю жизнь занимаюсь экстремальными видами спорта и трачу много времени на то, чтобы развивать себя, на то, чтобы реализовывать себя. И Наталья первые 5-6 лет, наверное, нашей совместной жизни, она меня полностью всегда поддерживала в этом. Но в какой-то момент, наверное, для нее стало все-таки важнее уйти в роль самой лучшей матери, идеальной матери. Так-так-так, а когда, говорите, дети-то там родились? Потому что я так подозреваю, что спустя 5 лет после свадьбы. Так что, дорогой мой, пока ты сам развивался и экстримом занимался, она вообще-то жопы твоими же детям подтирала. На чай мне не спала и наверняка тебе борщи варить умудрялась. О, сука какая! Клуша! Унылая домохозяйка! Дядя, а какие? Нет, вот правда, какие тогда претензии? То есть, вот представим, у тебя есть работа, сложная, ответственная, начальник-мудак и стресс с 9 до 6 вечера. Ну, ладно, даже если с 9 до 9. А что происходит после ответственной и сложной работы? Ты приходишь домой, к чистым, сытым детям, накрытому столу и тапочкам возле дивана. Ты отдыхаешь. А еще у тебя есть выходные с братьями по полу и пивасиком в гараже. И отпуск, и больничный. И все это оплачивается по ТК РФ. А вот у профессии мама, как бы, больничных с отпусками нет. И сумасшедший кричащий начальник в виде орущих, плачущих, недовольных детей с мамой круглосуточно. Она с ними не с 9 до 6, с понедельника по пятницу. Она с ними 24 на 7. А еще надо успеть тебе, неблагодарному, рубашечки погладить, а то ты сам явно не справляешься. Трешку убрать. А это не быстренько за полчасика пыль протереть на полочках. А полы намыть, белье развесить, зеркала с фасадами начистить и ванну с унитазом до блеска натереть. Ты-то когда последний раз в своей жизни унитаз мыл? И мыл ли ты его в своей жизни? Вообще. И еще завтраки, обеды, ужины на всю большую семью успеть сделать. И все это каждый день. Каждый, сука, божий день. Без больничных, выходных и оплаты труда. А деньги, даже на колготки с прокладками, приходится у тебя, козла неблагодарного, выпрашивать. Вы приняли окончательное решение о разводе, правильно? Да, абсолютно так. Дорогие мудроженственные женщины, которые всю себя кладут на заботу о семье, муже, доме и детях. Как видите, это так не работает. И будь ты хоть самой идеальной обслугой на свете, не требующей ничего взаменой порхающей вокруг своего благоверного, он всегда найдет, в чем тебя обвинить. Да хоть в идеальности и бросить одну. А пока он 10-20 лет строит карьеру, развивается и вкладывается в себя, ты вкладываешься в него. И когда он бросит тебя из-за того, что ты посмела воспитывать детей и обустраивать быт, ты останешься ни с чем. Дети когда-нибудь вырастут и будут строить свою жизнь. А что будет с тобой? Не очень-то здорово очнуться в 40 лет и осознать, что за самые активные годы жизни ты видела только тряпки, пеленки и пресловутые борщи. Наверняка меня сейчас неправильно поймут и начнут писать, что я старая, никому не нужная дева с ракокошками, поэтому так говорю. Окей, но я так говорю, потому что вижу это у своих подруг и знакомых. Я слышу это от взрослых женщин и читаю на форумах. Вы можете как угодно относиться ко мне и к моему контенту, но, пожалуйста, не забывайте, вы у себя одни. Жизнь штука быстрая, и вы не знаете, чем она повернется к вам через 10 лет. Даже если вам до глубины души нравится заботиться о других и вкладываться в них, помните про себя. Другие, даже хорошие и не такие, могут элементарно умереть, и тогда ваша счастливая жизнь рассыпется. И чтобы собрать себя по кусочкам после потрясения, надо из себя что-то представлять. У него лев есть сынок 8 месяцев. Не стыдно вообще? Кирочка 6,5. Дети у вас, у вас сын грудной. Ну, во-первых, я правильно догадалась, что экстримы саморазвития перестали быть важными для героини после рождения ребенка. А во-вторых, я херею без баяна. Ребенку 8 месяцев, даже года не прошло, а он жалуется, что она погрязла в детях. Вот сука, наша героиня, а? Ну, могла бы как-то разобраться с этим досадным недоразумением, верно? Он женился на блондинке с пышной грудью, а сейчас довел до того, что она драная кошка с хвостом. Я так не могу сказать. Вообще-то, если заниматься лукизмом, то есть оценкой внешности, наша героиня хорошо выглядит. И драная кошка неподходящее заявление, особенно по сравнению с ним. Но вектор отношения тещи к своему зятю мне нравится. Вам не обидно? Что вы скажете? Я старалась быть идеальной мамой, старалась быть идеальной женой, но это абсолютно не подходило моему супругу. В какой-то момент я поняла, что меня как будто бы нету. Я настолько его возносила, я настолько, ну, делала, наверное, его центром своей жизни, что себя абсолютно потерял. У меня... Я сейчас не чувствую себя ни красивой, ни уверенной, ни... А вы вместе до сих пор живете с этим мужчиной? Нет, он уехал 7 месяцев назад. Погодите, погодите. То есть сыну 8 месяцев, а дядя съехал... Класс. То есть ты рожаешь, а тебя бросают. Ну, что я могу тут сказать? Это пиздец. По-другому это не назовешь. По законам шоу выходит Эвелина Хромченко и начинает оценивать гардероб героинь. Исходя из ее финансового положения. А финансовое положение у нее нулевое, потому что она сейчас является по факту мамой-одиночкой, которая, возможно, будет помогать папе этих детей, а, возможно, ну, и точно совершенно наверняка, видимо, будет помогать бабушка этих детей. Это более или менее понятно. Зречь в корень. Вот это, конечно, мне не слишком нравится, но если нашу героиню радуют какие-то веселые картинки в данных обстоятельствах... Это мой защитник. Он большой, сильный и пушистый. Ну, пусть у него эта картинка остается. Потому что вы теперь, вот это вот большое, тепло, защищающее, да, понимаете, это вы. Господи, Наталья, успехов вам, искренних успехов в вашем будущем. Без этого Данила. Это не мама, это не муж, это не дядя, который однажды придет и защитит вас, и не принц на белом коне. Вот эта дурацкая сказка про белого коня, про каменную стену, про принца какого-то непонятного, заоблачного, она вот к чему приводит. Вот, видите, вот он результат. Вот он принц. Погодите, погодите, мне не кажется. Мне сейчас не послышалось. На первом канале продвигают не духовные скрепы и круглогодичные роды, а созданное отношение к своей жизни. Никто не говорит Наталье, что она просто не смогла удержать мужика и сама виновата. Я что, сплю? Общество уже не дарит тебе, может быть, и к счастью, вот тех самых оков, о которых мы так долго говорили, чтобы сбросить их. Мы их сбросили. Так давайте радоваться жизни и строить свою жизнь самостоятельно. Я точно сплю. Или с пивом опять переборщила. Вы когда с Наташей познакомились, она же была тихой, скромной девочкой, правильно? Вы же понимали, на что вы идете? Ну, конечно, понимал. Минуты ранее. Вопрос заключается в том, что когда время приходит между выбором, а куда бы нам сегодня пойти, на занятие к ребенку, или пойти вместе провести где-то вдвоем или втроем там все вместе время, то выбор был падал в пользу занятия ребенка. Вот, и, собственно, меня эта история перестала устраивать. Нет, а что ты вот правда ожидал-то? Я, кстати, обратила внимание, что ни разу Данил к ней сказал, что она разделяла мои интересы, а я разделяла ее интересы. Не, мы только про себя любимого. И про то, как жена эти интересы перестала разделять, потому что родила. Наташа, а вы говорите, у Данилы поменялись приоритеты. Это что значит? Теперь на первое место просто вышло собственное я и эго, и оно затмило все остальное. А раньше у меня я по мне. Ну вот, не одна я это замечаю. Вы же сказали, что вы сами его на пьедестал поставили. Да, поставили. Нет, ну так же хорошо все начиналось. Ну куда? Зачем его в это болото под названием сама виновата? Ну как будто у взрослого дееспособного дяди своих мозгов. Нет. Ну да, не факт, конечно, если их еще и увезти можно, как козленка на веревочке. Он несчастный сопротивляется всеми силами. Его уводят, а он упирается. А потом сдается. Нет, ну зачем? Ну что это такое? Он вас обвиняет в том, что вы переключились с него на детей. Кажется, я переключилась, и он почувствовал, что какое-то внимание, все то, что он был на пьедестале, оно просто ушло от него, и он стал недополучать, действительно. И не смог с этим смириться. Не смог допережить. Возможно, что это часть, да. Он снял ее с работы с одной, она получила второе высшее образование, он не ждал ей пойти работать. Что там твои 30 тысяч? Что не так? О, а это интересненько. Вот это вот рожать дома в ванну, никуда не ходи и не работай, я же о тебе забочусь. Это, девочки, звоночек. И звоночек не заботы и любви, а оков и ограничений. Очень, знаете ли, удобно, когда уборщицы и поварихи, кроме этого, своих забот, дел и интересов нет. Задумайтесь! Я сначала дал возможность получить второе высшее образование, потом при ее собственному выбору она или пошла дальше на работу, или не пошла, при ее собственном выбору она выбирала, чем она хочет заниматься, при ее собственном выбору она делала там... Мне вот тоже сейчас не послышалось. Дал возможность получить образование, а ты, блядь, кто? Ей что, пять лет, чтобы ты возможности давал? Я вообще тащусь от отношения к женщинам, как к вещам, которым ты возможности даешь, права даешь, шансы с барского плеча отсыпаешь. Не много-то на себя берете, а? Вы всегда были такой, ух, драйв такой у вас был. А Наташа была такая тихая, пая девочка. Разве не так? Да. И это вас сблизило. Да. Правильно? Правильно. А что сейчас-то случилось? А теперь это отдалило. А теперь вам стало скучно. Мне нравятся легкие нотки злости и обиды в глазах героини. Если бы там была только боль и расставание, печаль и сожаление, ну, это просто тяжелее пережить. А когда ты прям начинаешь злиться, когда у тебя глаза раскрываются, вот тогда, конечно, отпускать намного проще. Скажите, а зачем вот если вам было скучно, вы родили одного ребенка, потом второго? А вы знаете, что произойдет завтра с вами и с вашими желаниями? А то есть вы считаете, что вы можете себе это позволить? Сегодня желать родить детей, а завтра желать от них отказаться. Так я понимаю? Я не говорю про отказаться от детей. Вот насколько же Барановская часто несет околесицу в передачу мужскую и женскую, вот настолько же она здесь права. Я основываюсь только на том, что сказала ваша теща. Она сказала, что вы не платите алименты. Это тоже в своем роде отказ от детей. Второй момент. Вы говорите, что она... Проснись, ты обосрался. В Москве 35 тысяч на двоих детей, еще и маленьких. Но это, как бы тебе сказать, некомфортные условия для жизни и воспитания, как ты пытаешься это преподнести. И это я напомню. Данилка вначале хорохорился, что трешку возле парка Горького снимает. А теперь 35 тысяч на троих, это такая прям заоблачная сумма. Сразу видно, знает батя, сколько памперсы и смеси стоит. В курсе, во сколько одежда, занятия и игрушки обходятся. Потом вы говорите, что она у моей супруги поменялась жизнь, и она переключилась на детей. Она не переключилась на детей. Они в жизни появились, и естественно, что они стали занимать большое количество времени. А у вас в жизни, видимо, такого не случилось. Потому что если бы вы одинаково, она стала мамой, а вы стали папой, тогда бы вам нечего было делить. И точно вот это вот время. Вам так не кажется? Нет, потому что я действительно очень много времени проводил и продолжаю проводить со своими детьми. Да, настолько много, что считаешь 35 тысяч в Москве на двоих детей кругленькой суммой. Да, поэтому после того, как она родила, вы уехали в Индию. Я ей предложил. Я говорю, хочешь, я старшую заберу, тебе будет сейчас попроще. Она говорит, нет, оставь мне старшую. Пожалуйста. А вы говорите о том, что мне дети не нужны, я их не люблю и так далее. Нет, это все не так. Я... У меня нет слов. Его жена рожает, он омыливается в отпуск и абсолютно уверен, что, взяв с собой старшую дочку, он тем самым проявляет благородство и заботу. Но тебе же попроще будет. А, ну... Ну, сама отказалась. А мне-то что? Я как бы свою жизнь с рождением каких-то там отпрысков не планировала менять. Подумаешь, че там делов-то, господи? Оп-оп, помыт, накормлен, готово, уже вот на ножки со второй недели встает. То есть, вместо того, чтобы помочь своей жене и родному ребенку справиться с первыми днями совместной жизни, он... он улетает отдыхать. Слушайте, ну это круче тех батьков, которые со своими друганами бухают, отмечая отцовство, пока его жена в муках родовых корчится. Это просто вышка. Пять баллов. Платина. Я вижу факты. Я вижу, что когда ваша жена родила второго ребенка, вы взяли и уехали. Потому что, когда Наташа была где-то примерно на пятом на шестом месяце беременности, в одно прекрасное или непрекрасное утро я проснулся и понял, что наши отношения начали разваливаться примерно два-три года назад. Если два года назад начались проблемы, зачем нужно было вторую беременность ребенка? Ну, наверное, я не могу вам ответить на этот вопрос. Ох, Наталья, хорошо, что он на развод подал. Нахрен тебе это петушиное чмо сдалось. Самой же проще будет. Когда вы родили первого ребенка, он тоже в какой-то отпуск там свалил что-то такое. У вас вот это тогда такой колокольчик не было достаточно давно. Это было тоже после рождения ребенка. И я была настолько в ощущениях, что, а, у меня родился ребенок, да, это первый ребенок, это дочка, это была фантастика. Поехали к маме, мама тебе немного поможет в быту. Ну, то есть мы поехали, мама помогала действительно в быту, и за это ей огромная благодарность. С этим никаких вопросов нет. А почему мама помогала в быту, а не вы? Я, ну... Я прочитала в материалах дела дети это убийство, это можете как-то ее расшифровать? Ну, это неправильная интерпретация. Раствориться в детях, забыть про себя. Это убийство отношений. Это убийство отношений, это убийство себя самой. Но когда она растворилась в вас, вас это устраивало, вы же сказали, я подумал, что она мне будет опорить. И это тоже убийство. На самом деле, это гораздо хуже, чем раствориться в детях. Конечно, безусловно. То, что дети никогда не уйдут так, как вы, равнодушно и безболезненно, понимаете? Дети все равно будут. Несмотря что далеко где-то, но они все равно. А вы сейчас очень хладнокровно поступаете по отношению к женщине, которая совсем недавно родила вам второго ребенка. Но это ваша проблема. Точно не ее. Для вас это точка, или вы надеяснете на то, что это еще можно возобновить? У меня были такие мысли, но большое же нет. Для вас будет большим открытием, что этому человеку в вашей жизни места нет. Вы это делаете, но делайте это для себя и для своей жизни, а не для того, чтобы ему там было как-то комфортно, удобно или еще что-то. Вот этого я вам искренне от всей души желаю. Спасибо. Сейчас, мои дорогие, приступайте к выбору одежды. Я бы пошла сначала с костюм все-таки. Так, у Первого канала бюджет, что ли, закончится героев по магазинам вводить? Как-то пару лет назад побогаче все было. Данил, скажите, а вы там кому наряд подбираете? Мне просто интересно. Пока размышляю. Ну, смотри. Для кого? Для Наташи или для своей новой девушки? Конечно, для Наташи. А, для Наташи? А для новой девушки ничего нельзя там подбирать? А как зовут новую девушку? Да. Благодаря информации. Вы знаете, я вот думаю, что, ну, наверняка же новая девушка Танила смотрит нашу программу, да? Она сейчас смотрит. И я вот каждый раз думаю, вот что двигает женщиной, которая начинает отношения с мужчиной, у которого жена в положении, и вообще, ну, вот как? Вот что ей движет? Юль, а поинтересоваться, что двигает женатым мужчиной, у которого жена в положении? Мутить отношения на стороне не хочешь, нет? Я спросил жареных гвоздей, не хочешь, нет? Я вот просто не понимаю, в какой реальности живут люди, которые придерживаются мнения «Сука, увела мужика». А ничего, что женщина в принципе может не знать, что у мужичка-то у этого семья есть. Они и паспорта новые делают, и в командировках в каждом городе по ребенку заводят, и сказки выдумывают про глубоко больную жену, которую, ну, никак не бросить, но вместе они не живут. Но и незабываемо, увезти можно осла из стойла, а это взрослые, совершеннолетние люди, которые несут ответственность за свои поступки и жизни. Мне кажется, азарт. Азарт какой? Она хочет сказать, что вот она взяла и отбила такого хорошего принца. Таких секунд тебе слава богу, что ты это сделал. Спасибо вам, Зина. Да, что вы избавили от мучения. Азарт ее назовем просто Зина, и так все будут ее знать. Почему Зина? Потому что Зина, мне кажется, самая теплая из всех женщин. Я немножко сейчас подушню, вы окошки там откройте, но что за блага? Даже если у этого Данила Мастера никого нет, к чему хихикать над гипотетической женщиной? Только потому, что она гипотетически отбила этого красавчика? Как будто она виновата, что он такая скотина хладнокровная. Ну, дальше все по стандартной схеме. Героиня выходит в подобранной родственниками одежде, ее три образа комментируют все подряд, от ведущих до приглашенных певцов. Иногда в кадр попадают зрители, которые думают, что никто заигрываний губами не заметит. Так, так, подождите, стоп, у него 20.00 на часах. О боже, сочувствую. Это только второй комплект, а надо еще стилистов отснять и переодевания. Бу... В общем, пора преображаться. Внимание на лицо Данилки. Господи, я просто надеюсь, что он не бросился к ногам героини после передачи, типа, куплю, люблю и полетели. Потому что, ну, через полгода будет все то же самое, с чем он пришел. В плане, ему все равно надоест, что она вся такая идеальная. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Еще нужно ему сказать огромное спасибо за то, что он ушел. Туда ему и дорога. Спасибо за свободу и за детей. Продолжаю защищать Данила по причине того, что ему еще элементы платить. Извините, двое детей маленьких. 30% от заработной платы 33. Так, 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 погодите, Данилка говорил, что платит 35 тысяч. Если это 30% от зарплаты, значит, получает он... Я плохо считаю, но что-то больше сотен. А еще раньше Даня утверждал, что снимает квартиру у Парька Горького, а там мы, как выяснили, квартиры стоят 70-80к. 100 минус 70. Я правильно понимаю, что этот господин, сам того не осознавая, на всю страну заявил, что его дети недополучают финансовой помощи, потому что большая приятная часть зарплаты прячется где-то вот в конверте. Ну, сами посудите, снимали квартиру минимум за 70к и втроем до рождения второго ребенка жили на 30? Пиздежом воняет. Сейчас я вижу что-то, что было, наверное, как раз в самом начале наших отношений. Это была легкость, это было какое-то вот стремление. Конечно! Сбросить 70-80 кило в лице унылого бизнес-консультанта в мятой футболке каждый будет к лицу. Ладно, жемчужный лифчик на третьем выходе я не очень поняла, как и отсутствие плоской обуви для матери двоих детей. Ну, в общем и целом... Слушайте, неплохо. Я, правда, я ожидала чего угодно, зная, какая трошанина обычно происходит в подобных шоу. А тут даже придраться особо не к чему. Что бывший муж сопля на палочке, ну, это понятно. Но даже ведущие вполне неплохо держали за исключением некоторых моментов и, как могли, поддерживали героиню. Даже стул подо мной не сгорел. Обидненько. Ну, ничего, в следующем видео мы вернемся к обзору рекламы, там точно будет что показать. Кстати, если у вас, напрямите, есть сексистские, именно новогодние рекламы, кидайте ссылочки в комментарии. Ну, и обязательно делитесь впечатлениями от этой серии модного приговора и историями, если там снимались вы или ваши знакомые. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и на мои соцсеточки. Все ссылки я оставлю в описании. С вами была Катя Ло. Мы еще встретимся. С вами была Катя Ло. С вами была Катя Ло. С вами была Катя Ло. С вами была Катя Ло.